Военно-патриотическое воспитание детей в анапских школах – это не только спортивные мероприятия и строевые смотры, но и интересные встречи. В гостях у учеников седьмой школы герой России Абуба Карка Стоев. Четыре года назад, во время службы в полиции по Сунжинскому району Республики Ингушетия, он вместе с боевыми товарищами, рискуя собственной жизнью, предотвратил теракт. К нам, в поселковом отделении, в дежурную часть поступила ориентировка о том, что террористом запущена автомашина с разрешенным веществом до 180 килограммов, после чего мы получили указание провести осмотр обслуживания нашей территории. В ходе операции группа полицейских, в которую входил Абубакар Хасанович, в районе сельского поселения Нестеровская, попытались блокировать автомобиль с находящимся в нем преступником. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. От взрыва все четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Погиб один местный житель. За проявленное мужество указом президента России Абубакару Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Теперь он в составе делегации Российской Ассоциации Героев путешествует по стране и проводит работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. По распоряжению нашего президента Владимира Владимира Владимировича Путина по всей стране, то есть по всем субъектам Российской Федерации, мы выезжаем по приглашению глав субъектов, по субъектам выезжаем, да, с представителем Ассоциации Героев. У нас бывает от 20 до 25 героев. Это очень важно для нашего будущего. Очень важно. Если мы хотим, знаете, хорошее будущее, вот, дух и патриотизм, дух и нас на воспитании, с ним нужно проводить работы. Это и дома, и везде. История Героя России вызвала живой интерес у школьников. Они в свою очередь рассказали о героях, которые прославили Кубань. Каждый с этой встречи вынес для себя новые знания. Такие беседы очень нужны любому человеку. Они помогают нам больше узнавать о таких людях. Этот человек предотвратил теракт в Ингушетии. Он рассказал, как надо действовать и как вести себя, если случается такая беда. Многие из моих одноклассников и из параллельных классов в будущем пойдут учиться на военных. Поэтому им очень важно знать, как действовать и вообще, какими качествами должен обладать человек, который смог совершить такой поступок. Подобные встречи также проходят и в других школах. А уже в воскресенье делегация отправится в следующий регион. Редактор субтитров А.Семкин